Мэр в Одессе Труханову ГЛ Но вместо этого с молчаливого согласия Руководство города в Одессе продолжает уничтожать здоровые деревья Не гнушаются пилить и на склонах, где велика вероятность оползней Уничтожают растения даже по ночам А тем временем в мэрии презентуют очередную пафосную идею Принять в дар от греческих партнеров несколько трехсотлетних оливковых деревьев Было пожелание подарить Одессе маслины Это трехсотлетние маслины, которые будут стоять в парке И они будут располагаться на этой центральной аллее Стоимость одного такого дерева 4000 евро Сумма увеличится в разы за счет транспортировки А растений должно быть несколько Затею прокомментировали специалисты Реализация этого проекта возможна только если каждое дерево или группа деревьев Будут произрастать в оранжериях Потому что в открытом грунте оливы в Одессе существуют То есть они элементарно вымерзнут Можно обещать, что практически сразу Если будет зима теплая очень Может они какое-то время продержатся То есть это просто трата денег и не серьезно вообще Но вместо того, чтобы прислушаться к мнению специалистов И направить деньги на реальную заботу о городе В муниципалитете продолжили придумывать экзотические способы озеленения Одессы В плотном таком дружеском взаимодействии с посольством Японии Удалось получить для нашего города 50 деревьев сапуры Для которых подбирается в настоящее время территория Вот так на Думской выдумывают, как бы выпросить за рубежом Для якобы бедной Одессы полсотни деревьев И отвести возмущенные взгляды одесситов от массовой вырубки существующих растений И пока одни губят зеленый город у моря Другие обеспечивают его десятками тысяч молодых растений Объединяя желанием заботиться об Одессе сотни и сотни людей Не словом, а делом доказывают Любимый город достоин быть самым красивым и ухоженным А его жители дружными и счастливыми Наталья Костенко, 7 канал